У меня появился новый канал, на котором выходят пересказы по манхвам. Если тебе нравятся пересказы по аниме, то я уверен, что тебе понравятся и пересказы по манхвам. Ссылку на канал ты найдёшь в описании. Рен был отвратительным нищим сиротой-неудачником, которого нанял бог, чтобы защитить вселенную от уничтожения. Пока однажды он не встретил непобедимого волка, который превзошёл все его характеристики и сделал его самым могущественным человеком на земле. После того, как он потерял своих родителей из-за их пристрастия к азартным играм, он потратил все их сбережения на лотерейные билеты. И хотя он был выпускником своего колледжа, он всё ещё был безработным, целыми днями спал в парке и никогда не принимал душ. Но он всё ещё надеется стать миллионером и встречаться с самой горячей девушкой. Так что он продолжает терять все свои деньги на криптографических розыгрышах. Несколько часов спустя горячая девушка разбудила его, сказав, что заблудилась, и показала Рену карту места, куда она пыталась добраться. Однако Рен был шокирован, увидев, что её пункт назначения на самом деле был его домом, поэтому она сказала, что ищет подходящее место, чтобы жить в нём. Именно в этот момент две его мозговые клетки щёлкнули, и он вспомнил, что собирался снять несколько комнат в своём доме, чтобы заработать немного денег. Рен сказал ей, что он является владельцем этого дома, и они начали ходить туда вместе. И когда они ехали в автобусе, девочка представилась как Лили. Вскоре они прибыли в родной город Рена и продолжали идти, пока Рен не увидел кошачьи уши Лили, но они сразу же исчезли, и он подумал, что у него просто галлюцинации. Но когда Лили увидела летучих мышей, которые окружали их, она сказала Рену, что он должен быстро идти домой, и заставила его ему нужно убежать оттуда. Однако всего через несколько мгновений летучие мыши появились снова, и Лили решила трансформироваться в свою истинную форму. Рен был потрясён, когда увидел, что она была девочкой-волком, но Лили оттолкнула его, когда на неё напала женщина-вампир, и они оба начали драться. Когда вампир улетел, он внезапно исчез, и Лили сразу поняла, что он достался Рену. Но когда вампир приблизился к Рену, Лили быстро подбежала к ним и подняла каменные кирпичи, чтобы бросить их в вампира. Как только её удары достигли цели, вампир немедленно исчез, поэтому Лили вернулась в свою человеческую форму и решила не идти с Реном в его дом ради его безопасности. Но когда она уходила, Рен погнался за ней, потому что беспокоился о ней и сказал ей переночевать у него дома на некоторое время, а также её безопасность. На следующий же день Рен внезапно проснулся от крика Лили и сразу же отправился к ней, но оказалось, что она боится кота Рена по имени Ванька. Так вот, Рен показал ей, что его питомец совершенно безобиден. Однако Лили сказала, что у них возникли проблемы с телевизором, но когда он открыл занавеску, они увидели снаружи сотни летучих мышей. Так что Лили сразу же преобразилась, как только увидела их. Рен сразу же задёрнул занавеску, но летучие мыши ворвались в окно и превратились в девушку-вампира, которую видели прошлой ночью, и она взяла Рена в заложники. Однако, когда девочки снова начали ссориться, Рен закричал на них, чтобы они прекратили драку, так как это сломало его мебель. Пока они спорили, в животе вампира внезапно заурчало. Так что Рен приготовил им что-нибудь поесть. Девочка-вампирша представилась как Вивиан и сказала, что тоже планирует снять комнату в его доме. Однако Рен понял, что он может быть тем, кто обманывает их, вместо того, чтобы быть тем, кого всегда обманывают. Поэтому он позволил им остаться, заставив заплатить двойную арендную плату. Однако они оба были против того, чтобы жить вместе. Но когда Лили разбила стол, Рен велел ей навести порядок и отвёл Вивиан в её комнату. Но так как Вивиан оставила свои вещи на улице, она выпрыгнула из окна, чтобы принести их обратно в дом, чтобы заплатить за квартиру. Но когда она достала свой кошелёк, её денег там уже не было, и она поняла, что, возможно, потеряла свой кошелёк, когда ссорилась с Лили. Прошлой ночью она обвинила во всём девочку-волчицу. Вивиан заплакала и спросила, нет ли поблизости кладбища, где она могла бы остановиться на некоторое время. Но Рену было жаль Вивиан, поэтому он разрешил ей жить в его доме и сказал, что она сможет оплатить аренду, как только у неё снова появятся деньги. Внезапно он услышал звонок мобильного телефона Рен, и она принесла его, чтобы отдать ему. Когда Рен снял трубку, женщина, которая ему позвонила, отругала его, и оказалось, что это приглашение на собеседование от компании. Но женщина не представилась и просто спросила ему, нужно прийти в офис. Когда он прибыл на место, женщина снова позвонила ему, но ему было сказано найти телефонный столб и положить на него руку. Но когда он поднял глаза, то был потрясён увиденным, поэтому ему сказали убрать руку с шеста, и именно в этот момент его засосало в это место. Рен открыл глаза и увидел, что находится перед большой дверью особняка, но она открылась сама по себе, и через несколько мгновений к нему подошёл слуга Элементаль. Это привело его к входной двери в комнату, и когда он вошёл, то увидел женщину, которая пригласила его на собеседование. По её словам, он работал в ублюдочном офисе компании Space, поэтому она представилась как Ревен и заявила, что будет его начальником. Рен спросил, почему его пригласили на собеседование, ведь он не обращался в эту компанию. Так что Ревен сказал ему правду и сказал, что он был избран Богом, объяснив, что его новая работа будет заключаться в том, чтобы принести мир во всём мире. Она сказала ему, что он поможет ей остановить тех, кто стремится уничтожить мир. И что две его квартирантки, Лили и Вивиан, были причиной, по которой он сдал предварительный экзамен на эту работу. Внезапно его отвели в комнату, и Ревен более чётко объяснила, чем он будет заниматься на этой работе. Но сначала ему нужно было принять больше жильцов, таких как Лили и Вивиан, потому что этих существ называли изгоями. Его цель состояла в том, чтобы помочь ей не допустить, чтобы какая-либо группа людей обратила вспять человеческую эволюцию с помощью искусственных средств. И он сказал, что его работа также заключалась в том, чтобы уберечь своих жильцов от неприятностей. Они снова вернулись в офис Ревен, и Рин попросила разъяснить, что он не сделает ничего плохого на этой работе. Поэтому Ревен пообещала ему, что этого не произойдёт, потому что они хотят мира во всём мире. После того, как она показала ему его контракт, Рен подписал его и был телепортирован обратно в свой дом, поэтому он показал контракт Лили и Вивиан. И рассказал им обо всём, что произошло. Однако они оба не были знакомы с Ревен, и так как Рен была поручена забота о них, Вивиан подумала, что Ревен не на стороне охотников на демонов. Они также обсуждали этих охотников на демонов в своём разговоре, и Вивиан сказала, что эти люди были гибридными монстрами с полулюдьми кровь. Так что они были врагами таких же отверженных, как и они. Но через религиозную организацию они уже вступили в контакт с людьми и стали представлять для них угрозу. Но Вивиан сказала, что если охотники на демонов найдут их, им придётся покинуть дом, чтобы Рен был в безопасности от их врагов. Пока Рен отдыхал, ему приснилось, что он находится в другом месте, но он сразу же подумал, что это всего лишь сон, и попытался ударить себя, чтобы проснуться. Но ему было только больно, как будто он был в реальном мире. Он начал идти, но наткнулся на нескольких волков, которые погнались за ним, и когда он упал на колени, волк напал на него. Именно в этот момент он проснулся с помощью Лили, но когда он коснулся своих волос, то почувствовал волчий мех в своих руках. И Вивиан сказала, что она не чувствовала никакой тёмной магии от этого. Она попросила Лили понюхать его и назвала её собакой, но она не была знакома с его запахом. У Вивиан были туфельки с кольцами из двух серебряных браслетов, которые она купила в одной египетской деревне сотни лет назад. Она была уверена, что то, что пережил Рен во сне, было необычным, и что браслеты обладали способностью уничтожать злых существ. Она также попыталась применить к нему свою магию крови, но, к её удивлению, это не сработало. Поэтому она использовала другую технику, сильное снотворное заклинание, но оно подействовало только на Лили, которая сразу же уснула, и на Рена тоже не подействовала. Внезапно Рейвен позвонила ему и попросила прийти к ней в офис на следующий день. Когда он пришёл в офис Рейвен, то был удивлён, что слуга стихий так и не появился. Но внезапно появился Рейвен Кейн. Когда они вошли в её офис, Рейвен передала Рену терминал для передачи данных и сказала ему, что он может воспользоваться им. Если его жизнь будет в опасности, во время у него есть задания. Но услышав это, Рен сразу же понял, что может погибнуть на этой работе. Поэтому Рейвен заверила его, что пока у него есть ещё какая-то работа, они всегда смогут найти новое тело для его души. Из-за этого он чувствовал себя бессмертным, пока выполнял эту работу. И после этого Рейвен отвезла его в Центр усовершенствования, где они должны были провести его тест на повышение квалификации в качестве нового экзаменатора. Рейвен утверждала, что это была корректировка тела, которая даст ему особые способности. Поэтому она достала что-то похожее на гроб и убедила его войти в него. Но из-за своего страха он не решался войти в машину. Так что Рейвен просто пнула его ногой, чтобы он забрался внутрь. Рейвен начала тест на улучшение. И когда он внезапно исчез, Рейвен забеспокоилась и задалась вопросом, правильно ли она нажала на кнопку. Но когда Рейн проснулся, его отправили обратно в то же самое место, которое ему приснилось на днях. Пока он ходил по комнате, терминал данных активировался и сообщил ему, что Рейвен нажала ещё одну кнопку. И из-за этого его тест на улучшение был особенным. Но Рейн был удивлён, что эта штука заговорила, и так как ему было очень холодно, он попросил устройство дать что-нибудь для него, чтобы носить. Но согласно терминалу данных, оно утверждало, что это не был дариман с волшебным карманом, и что он мог отвечать только на вопросы, так как у него не было никакой магии. Они продолжили идти, и он спросил терминал о текущем местоположении. Поэтому он ответил, что они находятся в измерении сна, но также сказал, что если он умрёт здесь, то это произойдёт и с ним в реальной жизни. Рейн внезапно что-то услышал, и через некоторое время на него напали волки. Так вот, он вспомнил, что когда он впервые пришёл сюда, они уже нападали на него раньше, так что терминал с данными быстро спрятался у него в кармане, и волки направились к нему. Когда один из них напал на него, он отбился. Но два других волка бросились на него и укусили. Однако что-то активировалось, и это был щит, который защитил его от волчьих клыков. Именно поэтому он не пострадал. И согласно данным терминала, это был именно тот жёсткий щит, который он получил из камеры усиления. Но внезапно волки издали вой, и их вожак услышал его. Рейн быстро побежал, но вожак волков всё же догнал его и сразу же попытался укусить, но его щит снова защитил его, и это повредило драгоценные зубы волка. Волк заговорил с ним и спросил, с какой целью он пришёл в этот район. Но Рейн был потрясён тем, что он может говорить, и сказал, что он просто путешественник. Но волк вскоре понял, что он лжёт, судя по его запаху. Он узнал от волка, что в этом месте также живут люди, и кроме больших волков, голодные маленькие волки также приходили туда и спрашивали, как им поесть. Так вот, Рейн заключил сделку с вожаком волков, что если его отвезут туда, где живут люди, он найдёт донтиста, который вылечит его клыки. В первом классе волк заявил, что людям нельзя доверять, но он согласился на его предложение и сразу же отвёл его в деревню, где стояли хижины людей. Когда они прибыли, Рейн вошёл в хижину и увидел стальную пластину с чем-то выгравированным на ней, и это было ему знакомо. Его. Но внезапно всё вокруг озарилось светом. И через несколько мгновений порыв ветра усилился. Поэтому он сразу же взял стальную пластину, которую нашёл, и смог вернуться в реальный мир. Он рассказал Рейвен о жёстком щите, который получил, но утверждал, что не заметил ничего необычного. Поэтому Рейвен сказала ему, что у него всё ещё есть другие навыки, которые он может использовать после того, как она добавит их. Наряду со скоростью реакции, силой и скоростью восстановления, она одарила его безграничными способностями. Но Ран спросил об измерении сновидений. Поэтому она сказала ему, что обычный человек не может попасть туда, не используя специальную технику. Из-за этого Рен упомянул, что он уже бывал там раньше, когда спал, а также показал волчий мех, который он получил, когда впервые пришёл туда, и отдал его Рейвен. Он вспомнил о стальной пластине, которую забрал из хижины, но не смог найти её до того, как покинул особняк. Однако Рейвен рассказала ему о новом жильце, которого он должен был забрать в Европе, и о том, что билеты на самолёт тоже были готовы. И он узнал, что Лили и Вивиан хотела бы поехать в эту страну вместе с ним. Уже на следующий день они втроём сели в самолёт и отправились в новую страну, и пока они были в пути, Вивиан спросила Рена о личности нового жильца, с которым они должны были встретиться. Но Рен утверждал, что Рейвен всего лишь посоветовала ему отправиться в местечко под названием Йоркфорд, и что он ничего не знает об этом арендаторе. Лили сказала, что очень рада познакомиться с их новым арендатором, а Вивиан была поражена тем, как высоко могут летать самолёты. Так вот, Лили насмехалась над ней и спрашивала, не первый ли раз она летает на самолёте, и называла её брокером. Через некоторое время они приехали в деревню, и Вивиан заявила, что местность изменилась, и что раньше здесь была только бесплодная земля. Но Рен спросила её, бывала ли она здесь раньше, и Вивиан сказала, что когда-то давно жила в Англии. После того, как они немного погуляли, Рен подумала, что они заблудились, поэтому Вивиан заявила, что её английский так же хорош, как и у носителя языка. И попыталась объяснить, спросила дорогу, но она была разочарована, когда никто не понял ни единого её слова. Но после того, как Рен расспросил её, она призналась, что жила здесь несколько веков назад. Поэтому Рен объяснил, что с тех пор произношение изменилось. Однако Вивиан использовала свой мозг и заставила Лили понюхать конверт, который был у Рена, так что Лили смогла проследить путь до места назначения с помощью своего мощного собачьего носа. И в конце концов, они прибыли в свой отель. Вивиан и Лили пришли в восторг, увидев всю эту роскошь в гостиничном номере, и Лили заказала доставку еды и напитков в номер и начала жевать вкусную еду. Однако Вивиан была возбуждена мягкими подушками, и они обе издавали странные звуки. «Мы должны оставаться сосредоточенными, братья! Мы должны оставаться сосредоточенными!» Поэтому Рен громко закричала и велела им заткнуться. После того, как он наказал их, Рен открыл карту, чтобы выполнить свою задачу и найти нового жильца. Но так как карта была написана на другом языке, он ничего не смог понять. Так что он позвонил на терминал и попросил его о помощи, но терминал заявил, что его система устарела, и связал их с компанией Ревен для получения помощи. Ревен спросила его, нашел ли он арендатора, но Рен сказал ей, что они только что прибыли, и спросил ее, где находится Йоркфорд. Но она утверждала, что исследование – это базовый навык, который должен знать каждый экзаменатор. И все же Рен сказал, что язык на карте был другим. Именно тогда Ревен смутилась и признала, что система терминала устарела. Поэтому она немедленно связалась с технической поддержкой и обновила его терминал. Обновленный терминал сообщил, что теперь он может переводить на любой язык, но также предупредил Рена, что любые негативные комментарии в адрес Ревен приведут к наказанию. Однако Рен утверждал, что он говорит только факты, и внезапно над его головой появилось облако и ударило в него молнией. Лили рявкнула на терминал, чтобы проверить, понимает ли он ее волчий язык, но он не смог перевести это, и Рен догадался, что она сказала что-то о еде. Так что они решили направиться в столовую и поужинать. Лили не проявила никаких хороших манер и ела в своей обычной грязной, отвратительной манере. Но тем временем патрульный Вивиан заметил какие-то странные заклинания и предупредил ее об опасности. Поэтому она попросила Рена и Лили вернуться в свою комнату. Но как только они собрались уходить, их прервал незнакомец и спросил, можно ли ему посидеть с ними. Но после того, как Вивиан спросила, кто он такой, он представился как Нангонг. Рен спросил его, знает ли он о Йоркфорде. И Нангонг сказал ему, что это и его пункт назначения. Но он расспросил Рена о цели его визита туда, так как многие туристы не знают об этом месте. Однако Вивиан заявила, что предпочитает районы, где нет ни местных жителей, ни посетителей, и Рен сказал, что это была рекомендация его друга. Но хотя Нангон сказал им, что это пустошь, где сохранились только руины замка, он также предупредил их о появлении призраков, которые недавно были там замечены. Позже, в своей комнате, Рен подумал, что его жилец был неприятным парнем, так как он был связан с призраками, и он также задавался вопросом о реальной жизни. Личность Нангонга. Но именно тогда Вивиан сказала ему, что в отеле был охотник на демонов, и что ее призыв обнаружил демонические заклинания. Но Рен спросил, почему Лили не смогла обнаружить охотника на демонов, так что Вивиан предположила, что она, возможно, никогда его не видела. Рен спросил ее, есть ли способ узнать, кто это был, а также поделился тем, что это мог быть тот самый парень Нангонг. Но как раз в этот момент Нангонг крикнул из другой и сказал, что не было никакой необходимости искать его, и что он действительно был охотником на демонов. Вивиан снова спросила ее, действительно ли он был охотником на демонов, и после некоторого колебания он заявил, что действительно был наемным охотником на демонов. Так что Вивиан посмеялась над ним и сказала, что охотники на демонов никогда не объявляют свою личность, и она заявила, что он был шарлатаном. Но когда она сказала, что он не представляет никакой угрозы, и что они должны найти настоящего убийцу завтра, Нангонг телепортировался со своего балкона на их. Но внезапно он поскользнулся и чуть не упал, но его спас Рен, который схватил его за ногу. Он показал им заклинание демонов, чтобы доказать, что он охотник на демонов. Но когда Нангонг спросил их об их личности, Рен заявил, что он был обычным парнем, и Лили подтвердила его правоту. Но Нангонг отнесся к нему скептически и заявил, что ни один обычный человек не должен знать об охотниках на демонов и Йоркфорде. И все же он предложил им отправиться в Йоркфорд вместе, так что Вивиан сразу же приняла его предложение. После того, как Нангонг уехал, Рен спросил, почему она приняла его предложение. Так вот, Вивиан заявила, что им нужно внимательно следить за ним, потому что он может охотиться за их арендатором. На следующее утро все они уже ехали в Йоркфорд на поезде, но Вивиан и Лили снова начали ссориться, и Вивиан пожаловалась, что Лили испортила ей сон прошлой ночью. Тем временем по телевизору показывали репортеры новостей, который брал интервью у странного парня по имени Агнес о событиях с привидениями. А Ангус рассказывал об ужасных аномалиях, которые происходили на руинах замка. Но когда репортер объявил денежный приз тому, кто предложит решение этой проблемы, Вивиан пришла в восторг. В поезде какие-то странные люди наткнулись на чемодан Мангонга, и Рен утверждал, что эти люди не казались нормальными, но именно тогда они прибыли в пункт назначения. Мангонг использовал свой запах, чтобы узнать, есть ли поблизости призраки, и помчался в сторону курорта. Но они были удивлены, увидев Ангуса на стойке регистрации. А Ангус утверждал, что свободных номеров нет. Но после того, как все обратились к нему с просьбой, он заявил очень зловещим и таинственным тоном, что обязательно постарается их разместить. После долгого ожидания Ангус подготовил комнаты для их проживания, и Вивиан пришлось делить комнату с Лили, но ее раздражал голод даже во сне. Рен делил комнату с Мангонгом и поблагодарил его за сотрудничество, но когда Ангус спросил о цели их визита, Мангонг сказал, что он был охотником на демонов и пришел сюда, чтобы уничтожить всех злых духов в замке. Затем Ангус представился как владелец отеля и спросил Рена, не является ли он также охотником, но Рен ответил, что он просто путешественник. Однако Мангонг попросил Ангуса предоставить некоторую информацию о замке, включая карту, но Ангус заявил, что карты замка не существует. Когда-либо созданных, и продолжил объяснять историю замка. Он объяснил, что давным-давно в замке вспыхнуло восстание, и многие солдаты погибли в подземных тайных туннелях. Так что теперь они превратились в призраков и преследуют любого охотника за сокровищами, который попытается проникнуть в замок. Он также рассказал, что лорд Йоркфорд любил собирать редкие сокровища и построил тайные туннели с ловушками, чтобы защитить свои ценности. Но после его смерти богатство унаследовал его старший сын, и из-за этого два других сына объединились и начали восстание против него. Ангус утверждал, что весь город превратился в поле битвы, а все три брата погибли на войне. Позже Рен рассказал Вивиан всю историю. Она щелкнула пальцами и сказала, что нашла что-то интересное. Она объяснила, что ее летучие мыши учуяли запах каких-то призраков из замка, и подтвердила, что эта история действительно правдива. Однако она сказала, что источник запаха находился под замком, а не на земле, так что у кого-то не было возможности увидеть призраков на земле. На землю. Рен был озадачен этими загадками и подумал, что это как-то связано с их новым жильцом. Позже ночью Рен напугал Монгонга, когда тот смотрел на фотографию и случайно уронил ее. Но Рен вовремя поймал ее и увидел изображенного на ней человека. Однако Монгонг выхватил ее обратно и извинился, сказав, что это был кто-то особенный для него. Но после того, как Рен задал еще несколько вопросов, Монгонг заявила, что это была ее сестра, и что у охотников на демонов тоже были семьи. Именно тогда он лег в свой странный спальный мешок и заявил, что он защищает его от магических заклинаний и насекомых. Но внезапно Рен сильно ударила его по лицу и сказала, что там был комар. Однако, когда Рен спросил, почему он не работает вместе со своей сестрой в качестве охотника на демонов, Монгонг сказал, что он стал охотником на демонов, чтобы защитить свою сестру, и что он был очень опасным человеком для общения. Тем временем Ангус проводил тех же незнакомцев с поезда и сказал им, что отвезет их в замок за 50 евро каждому. Но они возразили, что он уже сказал им 35 евро раньше. После того, как они оба начали называть друг друга нищебродами, они сошлись на 45 евро, и когда они уходили, Монгонг увидел все в свой волшебный бинокль и улыбнулся. Рен крепко спал в темной комнате. Но внезапно появилось странное существо и запрыгнуло к нему на кровать. Так что Рен испугался и подумал, что это привидение, но с облегчением увидел, что это была Вивиан. Она рассказала, что Монгонг уже ушел посреди ночи и настаивала на том, чтобы они отправились за ним, чтобы узнать, не хочет ли он убить их арендатора. Поэтому Рен спросил, где находится Лили. Но когда они вошли в ее комнату, то были потрясены, увидев, какой ущерб она нанесла комнате, пока грызла кусок дерева, и как бы они ни старались, Лили отказывалась просыпаться. Так вот, Вивиан назвала ее собачкой и сказала, что ей пора на прогулку. А тем временем Ангус отвез странных людей в замок. Но по дороге он хотел, чтобы они держались подальше от церкви ее проклятого креста, и сказал, что любого, кто увидит его, ждут неожиданные сюрпризы. Однако Монгонг прокрался на крышу их машины и все слышал, но он был напуган домашней змеей из одного дома. О незнакомцах в машине. Вивиан взяла Рен на руки, и они вместе полетели к замку, в то время как Лили бежала пешком. Так вот, Вивиан заявила, что если они смогут найти потаинной ход в замок, то это поможет им сократить путь и сэкономить время. Однако, как только Рен сказал, что ему повезло, что они сопровождают его, он активировал свое улучшенное зрение. И увидел, что Лили заснула на бегу, и вдруг она налетела на огромный валун. Лили заплакала после того, как ударилась о камень, но тут появился вход, и Вивиан заявила, что Лили нашла короткий путь к тайному проходу. Они вошли в проход и были встречены паутиной и скользкими тропинками. Но когда они пересекли узкую тропинку, Лили и Вивиан снова начали ссориться и чуть не упали в яму. А когда они выбрались наружу, то наконец добрались до замка и увидели, что догнали незнакомцев, за которыми следовали. И Лили спросила, не хотят ли они теперь познакомиться со своим новым жильцом. Но когда Рен спросил терминал, нет ли от него каких-нибудь сообщений, терминал ответил отказом и отключился, что разозлила Рена. Когда они бродили по замку, они заметили странное свечение на расстоянии, но Вивиан предупредила их, и внезапно они увидели, как Монгонг спрыгнул со стены замка. Поэтому она предложила им избегать его, так как он был опасен, а также признала, что несмотря на то, что он был глуп, он на самом деле был охотником на демонов. Рен снова запросил терминал о местонахождении арендатора, и он извинился. Так вот, терминал сказал, что он уже близко. Они подошли ко входу в церковь, но внезапно Вивиан и Лили испугались странных звуков, доносящихся из церкви. Именно в этот момент они увидели незнакомцев, направляющихся к ним, и решили спрятаться от них. Незнакомцы планировали войти в церковь, но чтобы избежать этого, Рен придумала план, и Вивиан использовала свои летучие мыши и крылья. В то время как Лили выла как волк, чтобы напугать незнакомцев. После того, как им удалось осуществить свой план, Вивиан попросила Лили убрать большой камень, который преграждал вход в церковь, и после того, как она выбросила большой валун. Лили сообщила Рену, что в церкви пахнет людьми. Как раз в этот момент Вивиан обнаружила следы человека, так что Рен была уверена, что впереди них кто-то есть. Когда Вивиан прикоснулась к проклятому кресту и использовала свою магию, чтобы раскрыть таинственную загадку, она смогла разгадать ее и открыла потаинный ход в земле. Терминал предупредил, что жилец находится в конце коридора, и они взволнованно вошли в таинственный подземный ход. Когда они углубились в темный туннель, Рен спросил терминал, не может ли он светить немного ярче. Но терминал заявил, что он не предназначен для такого использования, и пожаловался на то, каким ужасным был Рен. Но внезапно они вошли в комнату, в которой было несколько расходящихся путей. Вивиан утверждала, что это был необычный туннель небольшого масштаба, и что, возможно, здесь происходили ужасные вещи во время длительной войны. Однако Лили взволнованно позвала Рена и сказала, что почувствовала запах людей на одной из тропинок, поэтому они последовали за ней. Тем временем Монгонг подумал, что в замке присутствует много странных запахов, и использовал свою бумагу для заклинаний, чтобы поднять тяжелый валун, который открыл секретный подземный ход. Но когда он заглянул внутрь, бумагу для заклинаний унесло ветром, и камень чуть не раздавил его, но он смог удержаться. Мне удалось забраться в дыру как раз вовремя. Рен и Лили были измотаны, пока шли по огромному туннелю, и решили немного отдохнуть. Но Вивиан утверждала, что поскольку подземные туннели огромны, там должно быть много сокровищ, которые нужно найти. Внезапно Рен услышал чей-то голос поблизости, и подумал, что это может быть арендатор. Поэтому он заявил, что утроит арендную плату, потому что напугал их. Однако, когда они приблизились к источнику звука, то с удивлением увидели Ангуса с факелом на голове. Так что Рен подумал, что он, возможно, пришел сюда, чтобы исследовать призраков. Но Вивиан сказала, что им следует подходить к нему с осторожностью, и она использовала магическое заклинание, чтобы спрятаться как призраки. Но Рен сказал, что, по его мнению, Ангус был дружелюбным и заботливым человеком. Тем не менее, Вивиан заметила, что он зашел так далеко в одиночку, и что у него за спиной были странные инструменты, так что у него должно быть есть какие-то секреты. И они решили напугать его, как настоящих призраков. Лили дотронулась до его спины, чтобы напугать его до чертиков, и Вивиан сказала Рену, что теперь его очередь. Так что Рен заговорил с Ангусом, как с привидением, и спросил его, почему он здесь. Но Ангус был напуган до смерти и признался, что выдумал все эти истории о привидениях и хотел получить какое-то вознаграждение, так как его бизнес шел не очень хорошо. Однако Рен сказала ему убираться отсюда, и он в страхе убежал. Но Лили позвала их, потому что обнаружила стену, покрытую древними письменами. Вивиан перевела это, и они узнали, что это была печать, которая удерживала могущественное зло, и что ее нельзя было снять. Но Вивиан попыталась использовать свою магию на ней, и она ответила на ее магию. Но именно в этот момент сработала ловушка, и на них обрушилось несколько стрел. Рен использовал свой щит, чтобы защититься от стрел, и они решили убежать из этого места, но они почти зашли в тупик, поэтому Рен попросил Лили сломать стену, и они едва спаслись. Тем временем Монгонг заполз в дыру, в которую он заполз, и пожаловался, что не может даже встать, но мышь заползла ему под одежду, и это напугало его до смерти. Рен и девочки выбрались из одной ловушки. Но внезапно на них обрушился огромный камень, но им удалось увернуться от него, прислонившись к стене. Однако Лили бросилась в погоню за огромным камнем, и Вивиан объяснила, что поскольку она была собакой, именно так и поступают собаки, поэтому они побежали за Лили. Но внезапно в земле открылась щель, и Лили упала внутрь. Так что Вивиан бросилась внутрь со своими крыльями и спасла Лили. Тем временем Монгонг добрался до стены, за которой скрывалось зло, и заявил, что всю свою жизнь упорно тренировался ради этого момента. Но как только он применил свою магию к стене, стрелы посыпались и на него, и он закричал от страха и боли. Вивиан благополучно приземлилась рядом с Лили, но Рен упал сверху и приземлился на них обоих. Однако Вивиан увидела комнату, полную сокровищ, и как раз в тот момент, когда они уже собирались подойти к ней, Рен предупредил их, что внутри могут быть спрятаны ловушки. Через некоторое время сокровища и еда исчезли, а перед ними появилась яма. Так что Вивиан поняла, что возможно на них была применена какая-то магия галлюцинаций. Когда они шли вперед, Рен заявил, что их жилец должно быть опасный человек, и что существует вероятность того, что именно он был запечатан с помощью магии. Но пока они шли во время этого обсуждения, Рен активировал еще одну магическую ловушку на стенах, и стены начали двигаться, чтобы сокрушить их. Тем не менее Лили попыталась использовать свою магию, но была потрясена, увидев, что ее магия была истощена, и то же самое произошло с Вивиан. Но Рен сказал им не сдаваться и решил остановить стены своими силами. И вдруг стены остановились. Но Рен был потрясен и понятия не имел, как это произошло. И все же Вивиан что-то заподозрила в нем. С другой стороны, Монгонг запустил ловушку с валуном, но легко увернулся от нее, но он утверждал, что если он последует за валуном, то упадет в яму. Поэтому он думал, что он-он был гением. Однако он все равно упал в яму и был сброшен в воду. Рен и девочки были измотаны и подумали, что им нужно немного отдохнуть. Но внезапно перед ними появились волшебные рыцари. Лили знала, что это были призраки солдат-ловушек, поэтому Вивиан сказала, что здесь опасно сражаться со всеми этими ловушками, и они решили убежать. Лили сразилась с одним из рыцарей и легко уничтожила его, используя его собственный меч, и разрушила еще одну стену в комнате, в то время как Вивиан заблокировала вход в нее. Лили заметила что-то написанное на мече, и Вивиан перевела это, чтобы узнать, что рыцари на самом деле были стражами, которые защищали демонический камень. Так вот, Вивиан объяснила, что демонические камни используются для общения и вызова опасных демонов. И утверждала, что стражи были там, чтобы убедиться, что никто не выпустит демонический камень. Запечатанный демон. Но Рен увидел что-то на потолке и как бы невзначай спросил Вивиан, как выглядит этот камень, и после того, как она описала его. Он указал на вершину и спросил, тот ли это камень, который она описала. Так вот, все трое были потрясены, увидев демонический камень, который висел у них на макушке. Тем временем Монгонг продолжал идти, хотя и был весь в воде, и пел песню Эльзы из фильма «Замороженные» с этой фразой. В любом случае, его никогда ничего не беспокоило. Но как раз в этот момент он почувствовал запах каких-то мощных магических заклинаний и пришел в восторг от того, что находится на правильном пути. Он увидел плакат, на котором было написано, что путь впереди заблокирован, но Монгонг приготовил свои разрушительные заклинания. Рен спросил терминал, может ли он позвать на помощь, но терминал отказался и сказал, что общеизвестно, что он может позвать на помощь только в том случае, если его жизнь находится в опасности. Вивиан заверила его, что камень может быть активирован только при воздействии на него внешней силы. Внезапно заклинания Монгонга взорвались, и цепи вокруг камня разорвались. Так что двери автоматически открылись, и в комнате появились десятки охранников. Теперь все трое приготовились сразиться с ними. Взрывная волна пробила крышу, и Рен услышал смех Монгонга. Поэтому он попросил Вивиан и Лили вернуться в свои человеческие формы. Но когда Монгонг сбил пару охранников и вошел в дом, он прыгнул к демоническому камню, но упал на землю, так как не умел летать. Тем не менее он все же заверил их, что беспокоиться ни о чем, так как он профессиональный охотник на демонов. Но когда стражники приблизились к ним, он встал и посыпал стражников магической искрящейся пылью, которая остановила их на пути и пустил в них стрелы, убив их. Их вытаскивают одного за другим. Однако Рен и девочки были окружены охранниками, поэтому Вивиан сказала, что ее магия легко уничтожит охранников, и что ей нужно только некоторое время, чтобы восстановить ее. Поэтому Рен сказал Лили, чтобы она выиграла немного времени, и он тоже решил защитить ее. Лили обрушила на него шквал ударов и сбила с ног охранников, а Рен защищал Вивиан своим щитом. Так что Монгонг решил присоединиться к акции, но только опозорился, так как у него закончились патроны. Лили бросала камни в охранников, как из пулемета, но это почти не повлияло на них. Но как раз в этот момент Вивиан собрала достаточно магии, чтобы начать атаку, и Лили бросила свои последние камни, попав в Нангала. Вивиан начала свою мощную атаку, но она была потрясена, увидев, что магический камень вместо этого поглотил ее атаку, и огромный луч энергии открыл портал. В то время как замок был разрушен, из него вышел демон. Демон уставился на них, схватил Рена и Монгонга в свои огромные руки и улетел, но Вивиан взяла Лили на руки и последовала за демоном. В воздухе Рен сказал, что боится высоты, и крикнул Демону, чтобы тот отпустил его, но тот зарычал на Рена, это заставило его испугаться. Через некоторое время Демон остановился, но Вивиан догнала их и спросила Демона, почему он был быстрее, чем они. Она была без крыльев, но Демон уронил Монгонга и Рена на землю. Рен боялся его, поэтому Вивиан рассказала, что секты крови и Демоны обладают равными способностями, поэтому она увеличила свою силу до максимума с помощью усиления. Однако Рен и Лили были удивлены, увидев две луны в небе, и одна из них была кроваво-красного цвета. Вивиан кричала, что она собирается использовать силу, которая когда-то уничтожила Посейдона. Но в этот момент Демон назвал Рена своим домовладельцем, и Вивиан и Лили были шокированы тем, что Демон оказался тем новым жильцом, за которым они охотились. Терминал выскочил и поздравил Рена с завершением его миссии, а также сообщил, что это и есть новый жилец. Итак, Демон представился как Язак. Но Рен спросил Терминал, уверен ли он, что это именно он, и Терминал показал, что источником сигнала на самом деле был он. Язак потряс Монгонга вверх и вниз и сказал, что это он разбудил его, но внезапно он потерял хватку и отбросил его куда-то далеко. Язак настаивал на том, чтобы они что-то подписали. Но Вивиан была обеспокоена тем, что Рен не должен подписывать никаких соглашений с Демоном. И все же Лили стряхнула его огромную руку с кончика ногтя и сделала его своим другом. Так что Язак объяснил, что хочет подписать договор аренды с Реном в качестве своего арендодателя. Рен шепотом спросил Вивиан, стоит ли им беспокоиться об охране замка. Но Язак подслушал их разговор и сказал им, что сам позаботится об этом. Так вот, он начал гигантскую атаку на замок и уничтожил все его существование. И все же Терминал выразил, каким добрым и вежливым он был. Однако Вивиан сказал Рену, что им не следует доверять ему, так как он только что разрушил весь замок метеоритом. Но Язак похвалил Вивиан за ее магию и сказал, что она была очень впечатляющей, так что Вивиан убедилась в этом. Однако Рен заметил нескольких людей, которые приближались к ним на расстоянии, и Язак собирался уничтожить их своим вторым метеоритом. Рен спросил его, может ли он превратиться в человека, поэтому Язак изменил свою форму и стал громоздким человеком, но Рен подумал, что он все еще выглядит опасным. Позже Рен доложил Рейвен и пожаловался, насколько трудной была миссия и что они чуть не погибли там, но она сказала, что это не было проблемой. Большое дело и спросил, как обстоят дела с новым жильцом дома. Так вот, они вместе посмотрели на ситуацию в его доме и увидели, как Язак справляется со всем. Но Рейвен объяснила, что Рен всего лишь открыл портал, чтобы Язак мог попасть на Землю, и что он не был запечатан. Она также сказала, что Язак был могущественным магнатом в своем мире, но его бизнес потерпел огромные убытки из-за того, что его обманули. И что он был избит почти до смерти, пока его не нашел эксперт. Пришло время для собеседования с Язаком, потому что ему нужна была работа, чтобы платить за квартиру, но Вивиан и Лили снова начали ссориться, так что Рен пришел к нему домой. Радуясь, что день прошел спокойно и все обошлось хорошо. Позже, в тот же день, Вивиан переделала старый склад Рена в свое собственное жилое помещение, и Рен был поражен ее мастерством. Но она сказала ему, что нашла кое-что, о чем он должен знать, и показала ему старую металлическую табличку с какой-то надписью на ней. Он признался, что нашел это, когда был ребенком, и куда-то положил. Но внезапно он узнал надпись и был потрясен, увидев табличку, которую нашел в царстве снов. Вивиан объяснила, что сходство этих табличек объясняется какой-то причиной, но она не смогла понять, в чем именно. Но их беседа была прервана, когда полицейские позвонили Рену и сказали ему, что Язак был арестован ими. Так что Рен сказал, что он должен пойти и помочь ему выбраться. Однако позже ночью с Лили произошло что-то странное. Уже на следующий день Рен вышел из дома и направлялся на встречу с Ревен, но он пожаловался, что она позвонила ему слишком рано утром. И все же терминал сообщил ему, что у нее есть для него важное задание. Продолжая идти, он услышал звуки музыки и заметил симпатичную девушку на скамейке, которая сидела там со своей гитарой в надежде заработать немного денег. Но когда Рен решил уйти, девушка помахала ему рукой, и оператор терминала попросил его оставить ей немного мелочи. Однако Рен сказала ему, что он забыл свой бумажник дома и сказала, что улыбка была бы для нее более ценной. Но девочка сделала сердитое лицо и назвала его скупым. Рен пришел в офис Ревен и забеспокоился, увидев ее сердитой. Но после того, как он спросил, что произошло, Ревен объяснила, что аутсорсинговая компания случайно уволила своего нового арендатора в 895 световых годах от Земли. Поэтому она дала Рену его следующее задание и приказала ему отправиться на эту планету, чтобы вернить арендатора обратно. Однако Рен жаловался, что он только что вернулся из Англии и теперь не хочет лететь в космос. Но Ревен наказала его и сказала, чтобы он думал более всесторонне, как экзаменатор. Он сказал ей, что сердитое лицо ей совсем не идет, и спросил, как он доберется до этой планеты. Так что Ревен показала ему космическую станцию Купера и сказала, что она обновит его терминал, чтобы он мог добраться туда. Но Рен расспросил ее об обновлениях, и Ревен упомянула, что он сможет использовать функцию телепортации и иметь свой собственный космический корабль. Рен разволновался и спросил, сможет ли он телепортировать других людей вместе с ним. Но Ревен сказала, что это возможно, но она сказала ему, что там нет ничего невозможного. Были бы некоторые недостатки, такие как рвота. Однако она рассказала, что поскольку планета в основном покрыта океаном, она договорилась с экспертом по морским вопросам, чтобы он сопровождал ее в поездке. Но Рен был потрясен, увидев ее, так как это была та же самая девушка, которую он видел на скамейке с гитарой. Рен сказал, что он уже встречался с ней, и девушка назвала его скупым парнем, и она сказала, что эта девушка будет его новой квартиранткой. Вернувшись в свой дом, Рен представил девушку Вивиан и остальным, и она сказала, что ее зовут Ю, и что она была, а еще я был изгоем. Но она сказала, что она была сиреной и родилась и выросла на этой земле. Так вот, Вивиан объяснила, что сирены – это очень древняя раса среди отверженных, и обычно они живут глубоко в океанах. А поскольку у них был только женский пол, сирены размножались с помощью тайных церемоний. Но как раз в этот момент у Ю заурчала в животе, и она сказала, что проголодалась. Так что Вивиан встала и сказала ей, что приготовит большой пир, чтобы поприветствовать ее как нового жильца. Однако, когда Ю и похвалила Вивиан за то, что она даже приготовит еду для ее заклятого врага Лили, Вивиан сказала, что хочет, чтобы она растолстела и в конечном итоге бросит ее монстрам. И с этими словами Вивиан и Лили снова начали свою кошачью драку. Так почему же ты сказал, Рен, что здесь все интересные люди, а Рен сказала, что ей здесь никогда не будет скучно? После того, как они поели, Рен сказал, что скоро отправится на свою миссию, чтобы привезти еще одного жильца. И он сказал, что кроме Ю только одно место было открыто в команде. Поэтому он спросил их, кто хочет составить ему компанию. Лили попросила разрешения поехать с ним, и Вивиан сказала, что она легко может сориентироваться в любой точке Земли. Но Рен сказал им, что пункт назначения находится в открытом космосе. Как раз в этот момент Гизак поднял руку и сказал ему, что он уже облетел семь галактик. Так что Рен решил, что он будет идеальным кандидатом. Но Лили была разочарована и плакала, говоря, что тоже хочет полететь в космос. Как раз в этот момент у нее заболел живот, и Рен попросила ее пока отдохнуть. Уже на следующий день Рен, Гизак и почему вы стояли на балконе? И Рен спросили у терминала, почему они здесь оказались. Так вот, там объяснили, что никто не должен видеть их до того, как они телепортируются, и терминал ярко засветился, и луч света доставил их на космическую станцию Койпера. Рен был поражен, увидев открытый космос, и их приветствовал гид станции. Но Рен был потрясен, когда на терминале выяснилось, что она инопланетянка, и он подумал, что инопланетяне будут выглядеть более странно и опасно. Юй подпрыгнул и сказал, что гравитация здесь такая же, как на Земле. Так вот, гид станции объяснил, что все параметры на станции были установлены таким образом, чтобы они были дружелюбны ко всем расам. Но она пришла в восторг, когда Юй сказал, что на станции нет людей. Так что Рен вежливо спросила ее об этом, и гид объяснил, что станция служит узлом для всех путешественников, и они не задерживаются здесь надолго. А теперь она сказала им, что они направляются к зарезервированному для них космическому кораблю, где Рен найдет инопланетян, которые соответствуют его описанию. Так что Рен пришел в восторг. Когда они добрались до космического корабля, Юй и Рен закричали, что он огромный, но гид сказал им, что это всего лишь среднего размера космический корабль. И Рен наконец-то увидела зеленых и странных инопланетян, которые работали на космос. Но терминал предупредил его, чтобы он не выглядел подозрительно, и потащил его к космическому кораблю, потому что им нужно было спешить на задание. После того, как они вошли в космический корабль, Рен спросил, были ли они единственными пассажирами. На терминале объяснили, что это гражданский космический корабль двойного назначения, и что по пути они пересядут на меньший по размеру. Изок спросил терминал об их обратном пути, и выяснилось, что Ворон пришлет за ними другой самолет. И внезапно перед командой появилась голограмма капитана корабля. Космический корабль был готов к взлету. Но тем временем на земле Лили плакала, потому что Рен улетел без нее. Так что Вивиан попросила ее приободриться и сказала, что приготовит для нее вкусный обед. Она поняла, что ведет себя как мать Лили, хотя Лили сказала, что в последние дни чувствует себя неважно, но Вивиан подозревала, что в этом нет ничего особенного. Вернувшись на корабль, Рен играла в карты с Ю и Язаком, чтобы скоротать время. И все же он сказал, что несмотря на то, что самолет летел на большой скорости, пейзаж почти не изменился, и это было скучно. Поэтому Язак объяснил, что расстояние между астероидами было слишком большим. Однако терминал предупредил Рена о необходимости подготовиться к пересадке, но внезапно самолет попал в зону турбулентности. И капитан объяснил, что один из их конкурентов пролетел мимо них. Поэтому он сказал пассажирам собраться с силами, так как сейчас он будет участвовать в гонке против своего конкурента. Но в терминале закричали, что им следует пересесть на небольшой самолет, потому что если они пропустят Норд, то будут плавать в космосе тысячи лет. Так что они поспешили к маленькому самолету, и терминал показал, что у них осталось 4 минуты. Но после того, как они добрались до маленького корабля, Рен спросил терминал, кто будет пилотировать его. И терминал сказал, что теперь его очередь, и попросил Рена посадить его в нужное место. Однако на терминале кричали, что из-за высокой скорости самолета, люк должен быть надежно закрыт, и что его можно открыть только вручную. Поэтому Язак вызвался открыть люк и заверил Рена, что он будет полезен. Рен. Благодаря своей чистой силе Язак смог силой открыть люк после того, как превратился в демона и забрался на крышу маленького самолета после того, как терминал стартовал в космос. Однако, когда они приблизились к планете и вошли в ее атмосферу, скорость самолета возросла и пропеллер перестал работать. Поэтому терминал настоятельно рекомендовал им совершить аварийный выход. Когда самолет рухнул в океан, Рен подумал, что вот-вот умрет, утонув в воде, но перед тем, как потерять сознание, он увидел прекрасную сирену, плывущую к нему. Рен проснулся во сне с деменцией, и терминал объяснил, что это произошло из-за его бодрости, духа и стабильности, когда он тонул. Так что Рен проявил любопытство и спросил его, как он может функционировать в обоих мирах, поэтому терминал сказал ему, что это была легкая задача для него. Но Рен, он услышал звуки борьбы и увидел, как волчьи существа сражались с другим видом волков. Когда на них собирались напасть, Рен прыгнул между ними и использовал свой щит, чтобы защитить их. Но волки спросили, не жалеет ли он их и не оскорбляет ли их племя. Но Рен сказал, что он просто хотел им помочь, так что они поблагодарили его за защиту. Однако они спросили о донтисте и спросили его, помнит ли он о своем обещании, но Рен сказал им, что он принесет его в следующий раз, и так как он защитил их. Они доверяли его словам. Слова. Рен показал волку металлическую пластинку, которую он взял отсюда, и спросил его о языке. И волк ответил, что это древний-древний язык, который использовался в молитвах и ритуалах, и что его научил этому один старый человек, когда он был маленьким ребенком. Однако, прежде чем Рен смог собрать больше информации, терминал объявил, что его путешествие в этот мир подошло к концу, и внезапно Рен очнулся в реальном мире. Юй поприветствовал его и сказал, что Язак чуть не поджарил его электрическим шаром, чтобы разбудить, но тот не смог. Он утверждал, что пока это происходит с Реном, ему не о чем беспокоиться. Так вот, Рен поблагодарил всех, и терминал показал, что пока Рен спал, он просканировал всю планету. И Рен сказал, что терминал действительно полезен, а не просто служит фонариком. Почему ты указал на две точки на карте и спросил, что они обозначают? Так вот, терминал объяснил, что это остатки космического корабля-арендатора. Почему ты заметил, что один из обломков находится в океане? Так вот, она сказала, что это было ее поле битвы. Рен сказала им, что поскольку тот, что ближе находится в лесу, они должны сначала посмотреть туда, и это потому, что шансы жильца быть рядом с этим местом, были очень высоки, выше. Так что они согласились на это и отправились на поиски арендатора. А тем временем на земле Вивиан приготовила еду для Лили и сказала ей, чтобы она ела столько, сколько ей захочется. Но после того, как Лили съела немного, она пожаловалась, что у нее чувствительный нос, а Вивиан положила в него много чеснока. Вивиан удивилась, почему она узнала о чесноке только после того, как съела его так много и Лили упала в обморок. Вивиан забеспокоилась и сказала ей, чтобы она не подшучивала над ней. Но внезапно глаза Лили заблестели, и она вырвалась из объятий Вивиан, но когда она попыталась вырваться, Вивиан схватила ее и сказала, чтобы она не выходила на улицу. Где-то далеко двое таинственных мужчин сказали, что вот-вот что-то начнется. Вернувшись на странную планету, Рен шел вместе с Ю и Язаком, и терминал попросил его соблюдать правила дорожного движения. Но Рен был измотан и жаловался на то, что ему еще долго придется идти пешком. Тем не менее, они добрались до места, где потерпел крушение корабля-арендатора, и после того, как Рен заметил это, он спросил терминал, был ли этот корабль запланирован на Землю. И когда он согласился, Рен сказал, что если бы он врезался в Землю, это вызвало бы большую катастрофу. Язак подошел к кораблю и открыл дверь, чтобы заглянуть внутрь, но так никого и не нашел. Поэтому он осмотрел весь корабль и медленно разобрал все детали, в результате чего корабль превратился в маленький кусочек металла. Однако он нигде не смог найти арендатора. Поэтому на терминале объяснили, что у пассажира будет больше шансов быть найденным в грузовом отсеке корабля, потому что его конструкция очень прочная, и его шансы выжить там будут выше. Вот они и решили проверить другое место крушения. Они подъехали к краю обрыва, и терминал предупредил их о том, что это место находится прямо впереди под океаном. Так что Ваю мгновенно прыгнула в воду, что удивило Рен, но она наслаждалась водой и сказала, что уже давно не плавала так хорошо. Она бросила свою одежду в сторону Рена и переоделась в свою русалочью форму, и Рен немного смутилась. Но на терминале объяснили, что место крушения находится на глубине 5000 метров под поверхностью, и Рен задалась вопросом, как они туда доберутся. Однако, почему ты кричал, что она может взять с собой на место катастрофы только одного человека? И терминал прошептал Рену на ухо, что именно он должен отправиться туда, так как ему заплатят за эту работу. Но Язак беспокоился о них. Так почему же ты заверил его, что она защитит Рена? И Язак поднял Рена и бросил его в воду. Когда он хватал ртом воздух, Вью схватил его за руку и увлек глубоко в океан, но Рен был удивлен, что теперь он смог, чтобы дышать под водой. Так вот, Вью объяснил, что сирены могут управлять водой, которая их окружает, и благодаря ей он может находиться под водой. Но когда они нырнули глубже, терминал предупредил их о приближении неизвестного существа. И Рен пришла в ужас, увидев огромную акулу, которая кружила вокруг них. Но как только она напала на них, Юй превратился в огромного осьминога и отпугнул акулу. Рен был удивлен ее формой и спросил, сколько раз она превращалась. Так почему же ты сказал, что она может превращаться во что угодно, и она мгновенно превратилась в креветку богомола? Почему ты попросил Рена залезть ей на спину, но Рен заколебалась на первом месте, и все же, когда он сел на нее, она начала плыть с максимальной скоростью. Они наконец-то добрались до места крушения грузовой кабины, и почему ты превратился в морскую змею? И Рен была заинтригована своим выбором существ. Но почему ты кружил вокруг аварийной грузовой кабины и создал огромный пузырь? Рен вошел в пузырь и заметил, что там нет воды, и ему стало легко дышать. Но почему ты все еще заползал внутрь пузыря в облике морской змеи? Поэтому Рен попросила ее переодеться в человеческую форму. Но она призналась, что с тех пор, как она сбросила свою одежду со скалы, она останется голой в своем человеческом обличье. Мы должны оставаться сосредоточенными, братья. Мы должны оставаться сосредоточенными. Рен вошла в хижину, но обнаружила, что внутри она пуста. Но терминал не согласился с этим и сказал ему, что арендатор все еще должен находиться внутри. Поэтому Рен попросил его позвонить Ревен. Когда Рен объяснил ситуацию Ревен, почему вы нашли внутри какие-то детские товары вместе с яйцом, и Ревен сказала, что это невозможно, чтобы арендатора там не было. Так что она попросила Рена показать ей окрестности. Тем не менее, она радостно сказала, что арендатор находится прямо здесь. Но Рен сказала, что там всего лишь несколько детских товаров и мячик. Так что Ревен назвала его идиотом и сказала, что это было яйцо. Даже в этом случае, почему ты случайно уронил яйцо? И хотя Ревен волновалась, все оказалось в порядке. Поэтому она попросила Рена встретиться с ней в обширной земле через час. Пока они ждали Ревен там, Рен задавался вопросом, почему она так долго ждала, и задавался вопросом, не застряла ли она в космическом трафике. Но они увидели огромный космический корабль, который приблизился к ним и чуть не убил их своей посадкой. Ревен с шиком вышел из корабля и пригласил их подняться на борт. Но Рен накричал на нее и сказал, что она чуть не убила их. Так что Ревен подняла ему настроение и сказала, что с этого момента этот корабль официально принадлежит ему. Рен разволновался и спросил, дали ли они уже название кораблю. Так вот, Ревен объявила, что он называется самая мощная суперславная гибридная черепаха, и Рен сказал, что это классное название. Однако Ревен объяснила, что яйцо принадлежало русалке и было последним в своем роде с тех пор, как ее вселенная была уничтожена. Поэтому она попросила Рена и Юю позаботиться о нем как следует. Но Рен беспокоился о том, как позаботиться о таком важном яйце. Так вот, Ревен упомянула, что поскольку Юю была сиреной, она обладала способностями, подобными способностям русалки, и яйцо хорошо вылупилось, так как было очень твердым. Терминал взял на себя управление кораблем и позвонил Рену к капитану и спросил его об их пункте назначения, поэтому он приказал ему взять их домой. Рен вместе с Язаком и Юю телепортировались обратно в свой дом, но он был потрясен, увидев, что его дом полностью разрушен изнутри. Поэтому он подумал, что в его дом забрался грабитель. И все же он видел, как Вивиан тащила Лили и связывала ее. Он позвал Вивиан и предупредил ее, чтобы она не ссорилась с Лили, но Вивиан пожаловалась, что Лили со вчерашнего дня ведет себя странно и что она стала опасной. В этот момент Лили освободилась от веревок и прыгнула, чтобы напасть на Рена, но он защитился своим щитом. Все же Лили увидела яйцо в руках Юаня и подумала, что это еда, но когда она прыгнула к ней, Язак схватил ее и попытался успокоить. Рен подумал, что у ворона найдется лекарство для Лили и попросил терминал телепортировать их к ней. Но терминал сказал, что для него было бы рискованно телепортировать так много людей, так как это негативно скажется на его здоровье. Так что Юзак сказал, что у него есть лучший способ добраться туда. Он достал из кармана немного соуса и вылил его вокруг них по кругу, и Вивиан вспомнила, что дьяволы особенно хороши в магии телепортации. Однако Язак объяснил, что если дьявол достаточно хорош, то его можно даже привлечь одной водой. Ревен наслаждалась лапшой рамен и думала про себя, что это даже лучше, чем быть бессмертной. И все же она почувствовала какое-то беспокойство, которое приближалось к ней, и Рен ворвался в дом вместе со своими арендаторами. Он кричал, что это плохие новости, и Ревен пригрозила отправить его на поле боя для выполнения следующего задания, но Рен сказал ей, что это серьезно и ему нужна помощь в чем-то. Ревен подняла ногу и увидела Лили, которая ее укусила. Поэтому она спросила, не нужна ли ему помощь с этой собачкой. И она схватила Лили за голову и заставила ее посмотреть ей в глаза. Блеск в глазах Лили исчез, когда Ревен спросила ее, что она увидела в ее глазах, и Лили ответила, что видела полную красную луну и людей, которые растворились в море. Но она сказала, что ей было страшно, и она хотела стать сильнее. И вот Лили набросилась на нее. Но Ревен сильно ударила ее по лбу, отчего она потеряла сознание. Рен расспросил Ревен о состоянии Лили, и она сказала, что Лили скоро пройдет эволюционный путь. Но после того, как Рен спросил ее об этом подробнее, она объяснила, что у Лили скоро пробудится новая способность ее расы. И для того, чтобы пробудить эту способность, ей придется превратиться в оборотня на некоторое время. На короткий промежуток времени. Однако Рен была в замешательстве и задавалась вопросом, не было ли это из-за того, что она съела что-то плохое. Но Вивиан сказала, что она приготовила всю еду дома. И все же Ревен сказала им, что раса Лили очень чувствительна к Луне. Так вот, Рен вспомнила, что Вивиан вызвала Алую Луну в Йоркфорде, и подтвердила, что это должно быть спровоцировало Лили. Ревен сказала ему отвезти ее в центр улучшения, чтобы стабилизировать ее психику, и она спросила Езака и Юг, понравилось ли им жить у Рен в качестве жильцов. Так вот, они сказали ей, что несмотря на то, что они прожили там совсем недолго, им все еще нравится проводить время дома. В центре улучшения здоровья Лили наконец проснулась, и все спрашивали, чувствует ли она себя лучше. Но после того, как Вивиан проявила заботу о ней, она пожаловалась, как сильно Лили ее раздражает, но после небольшой ссоры они оба рассмеялись. Рен попросил всех разойтись по домам раньше него, и сказал, что ему нужно отчитаться перед Ревен. Когда пришел в ее кабинет, Ревен велела ему представить отчет о своей миссии на другую планету. Однако Рен пожаловалась, почему эта компания запрашивает отчеты, как и любая другая обычная компания. Поэтому Ревен сказала ему, что если он не представит свой отчет в ближайшее время, то не получит свою зарплату. И все же она спросила его, как обстоят дела в его доме с новыми жильцами. И он сказал, что ему повезло найти хороших жильцов с различными полезными навыками. Однако Ревен сказала ему, что Лили придется пройти через процесс превращения в оборотня, чтобы завершить свою эволюцию, но Рен спросил, не придется ли ему снова привезти ее сюда. Однако Ревен сказала ему, что было бы опасно постоянно подавлять ее. Она сказала Рену, что ее следующая реверсия произойдет в ночь полнолуния, и когда она посмотрела на свой календарь, то увидела, что уже завтра. Но она сказала, что будет занята весь день. «Закрой крышку! Закрой крышку прямо сейчас!» И попросил Рена позаботиться об этом самостоятельно. Однако Рен пожаловался, что это опасно, и он не сможет сделать это в одиночку. Так что Ревен напомнила ему, что он должен сам позаботиться о своих арендаторах, и его арендаторы тоже будут рядом, чтобы поддержать его. По дороге домой Рен купил еду и палатку, чтобы подготовиться к эволюции Лили. И терминал подумал про себя, что он с нетерпением ждет того, что произойдет ночью. Но таинственный мужчина наблюдал, как Рен проходит мимо него. Рен вернулся домой и увидел Вивиан, которая приготовила специальную формулу. Но когда он спросил, был ли это смертельный яд, так как он был очень вонючим, Вивиан сказала ему, что это было специальное зелье, которое содержало 10 видов сушеных трав. И формулу ее крови, которая будет иметь особый эффект на стабилизацию духа. Однако, когда капля зелья упала на землю, Рен заметил, что это привело к остановке. Поэтому он задумался, можно ли его пить. Он сообщил Вивиан, что они отправятся в поход в сумерках, и спросил, приготовит ли она зелье к тому времени. Поэтому Вивиан подмигнула ему в ответ. Соглашение. Рен отвез всех в место, удаленное от городской застройки, и заверил, что их никто не увидит. Но Лили начала играть с яйцом, и Рен сказал ему, что это не игрушка. Он спросил, почему она была так спокойна до своей эволюции, но Вивиан сказала, что она приготовила свое специальное зелье на случай, если что-то пойдет не так. Но Рен стал еще больше беспокоиться из-за этого. Со временем Вивиан попросила Лили преобразиться, но она сказала, что не в настроении. И Вивиан сказала, что ей очень хочется спать, так что все, кроме Лили, уснули. Через некоторое время Лили уставилась на яркую полную луну и завыла по волчи. А Рен проснулся после того, как услышал ее и увидел, что все остальные уже проснулись, чтобы засвидетельствовать ее эволюцию. Он накричал на Лили и спросил, все ли с ней в порядке, но Вивиан напомнила ему, что она была в бессознательном состоянии. И Юзак призвал всех, кто находился внутри его круга защитных заклинаний, чтобы избежать сильного ветра, который создавала Лили. Однако ветер прекратился, и когда дым рассеялся, все были потрясены, увидев, что Лили превратилась в огромного волка. Но терминал просканировал ее и показал, что она действительно превратилась в легендарного хаски. Так вот, все были удивлены, увидев, что Лили на самом деле была собакой, но Рен спросил, почему она такая большая. И когда он подошел к ней поближе, Вивиан предупредила его, что она может быть опасной. Но вместо этого Лили лизнула его, и он почувствовал облегчение, узнав, что она хочет поиграть только с Реном. И все же Лили снова посмотрела на Луну и громко завыла, что услышали те же двое незнакомцев, которые сказали, что настоящее действие вот-вот начнется. В ее глазах снова появился тот же блеск, и Лили была готова напасть. Но Вивиан бросила ей в рот свое специальное зелье и уверенно сказала, что оно усыпит любого волка. Однако оказалось, что зелье на нее не подействовало, и Рен напомнил ей, что Лили на самом деле была хаски. Лили перепрыгнула через них и побежала в сторону города, а Рен сказал, что они должны остановить ее до того, как она доберется туда. Поэтому он попросил Вивиан нести его, пока она летит. Но когда они погнались за ней, Рен рассказал, что у него есть план, как остановить ее на полпути. Поэтому он приказал Язаку заставить ее остановиться на некоторое время с помощью своей силы, и попросил Вивиан поднять его прямо над Лили после того, как она остановится. Но когда Язак остановил ее силой, Лили сильно ударила его лапой, и он отлетел к Ю, но Вивиан поймала ее в ловушку своей магии, и Рен попросил ее бросить его на спину Лили. Он пытался заставить Лили запомнить его запах и думал, что она успокоится, но это не возымело никакого эффекта, и она все еще была в бешенстве. Однако почему-то начал петь ей особую песню в ее облике сирены, которая успокоила Лили. Так вот, Вивиан вспомнила, что в песнях сирен есть специальные эффекты. Лили успокоилась и заснула, так как очень устала, и в одно мгновение она начала уменьшаться до своего нормального размера и формы. Но почему-то закрыл глаза Рен, когда Лили была голой, так что Вивиан превратила своих летучих мышей в ткань. Рен вернулась домой вместе с Лили, пока остальные убирались в кемпинге. Но сразу после того, как Рен нарядила Лили, появились таинственные мужчины и ударили Рена в шею, отчего он потерял сознание. Лили парила в космосе и, проснувшись, увидела, что у нее в руках металлические когти. Но один из них был покрыт льдом, а другой окутан пламенем, и все же она медленно задремала, а проснулась на складе и вскоре поняла, что это был всего лишь сон. Она пыталась убежать через открытую дверь. Но как только она взялась за дверную ручку, ее ударило током, и она отлетела в сторону, и именно в этот момент перед ней из воздуха появились две таинственные личности. Лили расспросила их об их личности, так что они рассказали, что были ее компаньонами и могли помочь ей во всем, но Лили была сбита с толку, поэтому они сказали ей, что секта крови околдовала ее, и что они были плохими парнями. Однако Лили спросила их о местонахождении домовладельца и сказала им, что они не были плохими парнями, но таинственные парни запретили ей встречаться с ними снова. Однако Лили отказалась и бросилась на одного из них, так что другой парень телепортировался позади нее и ударил ее рукой без сознания. Когда они обсуждали, как они будут учить Лили ее гипсу, одна из летучих мышей Вивиан отделилась от нее и попыталась убежать, а один из парней попытался остановить ее. Это было сделано, но он потерпел неудачу. Вернувшись домой, Юй разбудил Рена и расспросил его о местонахождении Лили, и Вивиан упомянула, что ее нигде не было в доме, и что это был уже первый раз, когда она пропустила прием пищи. Так вот, Рен вспомнил, что кто-то вырубил его, когда он пришел с ней домой. Айзек был в ярости, и все решили поискать Лили. Но в этот момент летучая мышь Вивиан вернулась, и она подумала, что теперь можно легко отследить местонахождение Лили. Однако Вивиан сказала, что ее связь с этой летучей мышью была прервана из-за какой-то магии, использованной на ней. Но почему ты предложил Рену сканировать летучую мышь с помощью терминала? И терминал показал, что на нем были следы различных материалов. Так вот, Язак вспомнил, что эти материалы использовались для производства стали на земле. Так вот, Вивиан думала, что Лили держат на сталелитейном заводе, а Рен вспомнил, что недалеко от северного пригорода есть промышленный район, так что они решили разделиться. И Рен сказал, что поедет с Вивиан. Таинственные люди воздвигли вокруг здания странный магический барьер, и старший брат поклялся, что не позволит секте крови добиться своего. Когда Рен и Вивиан летели, Рен желал безопасности Лили, но Вивиан сказала ему не волноваться, так как она заранее послала своих летучих мышей. Тем не менее, одна из ее летучих мышей была повреждена барьером, и Вивиан была предупреждена об этом явлении. Когда они подошли к зданию, Вивиан увидела черную магию и сказала Рену, что она уже сталкивалась с этой магией раньше, и что это очень опасно. Так что они знали, что Лили была заперта внутри. Тем временем, Язак и почему-то добрались до выхода из другого здания, и Язак сломал дверь выхода, но строители разозлились из-за его действий. Вивиан бросила камень в барьер, и он сразу же превратился в пыль. И еще она сказала, что с этой магией было трудно справиться даже ей. Но Рен проявил свою заботу о Лили. Так что Вивиан предположила, что она верит в то, что Рен обладает способностью сводить на нет любую магию. И она сказала, что заметила это еще в Йоркфорде. И все же она сказала, что это всего лишь догадка, которая может оказаться ошибочной. Но Рен смело сказал, что попробует это сделать, и попросит Вивиан полетать с ним. Таинственный парень по имени Эван заметил Вивиан и направил на них магический луч. Но Вивиан защитила их своей магией, и Рен спросил Эвана, не он ли похитил Лили. Однако Эван превратился в оборотня и сказал, что он был ее настоящим спутником. Но когда он атаковал их своими магическими взрывами, Вивиан снова и снова уворачивалась от него, пока не приземлилась на самом верху балкона. Она попросила Рена зайти внутрь и поискать Лили, пока она будет отвлекать этого оборотня. Но Рен увидел, что находится под ним, и сказал, что он не сможет спрыгнуть так далеко. Однако Эван прыгнул к ним, и Рен спрыгнул с балкона. И когда Эван чуть не набросился на Вивиан, она вырвалась и контратаковала его своей магией. И после того, как он увидел, насколько она сильна, Эван спросил ее, не является ли она графиней Багровой Луны. Вивиан сказала, что почти забыла этот титул, и спросила его, может ли она вернуть Лили. Тем временем Рен забрался на крышу здания и понял, что у него действительно есть сила, способная свести на нет любую магию. Так вот он вошел в здание и начал искать Лили, но тут его встретил старший брат Эвана, который очень сильно напал на него. Рен защищался своим щитом, но он оказался для меня более сильным, поэтому Рен решил спрятаться и убежать. Но терминал сказал ему, что с тех пор, как его самосовершенствование было постоянным, он мог легко дать отпор. Однако Волк догнал его и, схватив Рена, отшвырнул его далеко в здание. И все же Рен удивлялся, как ему удавалось ловить его каждый раз, когда он убегал. Так вот, терминал объяснил, что у Волка было хорошее обоняние, и он запомнил его запах. Волк снова нашел его. Но на этот раз терминал приказал ему прыгнуть. Так что Рен подпрыгнул очень высоко и дотянулся до крыши, а терминал объяснил, что это произошло из-за его физического совершенствования. Рен увидел разбрызгиватели воды, и ему пришла в голову идея, и он включил разбрызгиватели, которые уменьшили обоняние Волка. Но терминал попросил его рассмотреть возможность нанести ему последний удар. Но Рен сказал ему, что ему нужно найти Лили, так как она является приоритетом. Он пролез через вентиляционное отверстие и нашел Лили, которая крепко спала на полу. Но когда она проснулась, то пожаловалась на голод и начала плакать. Поэтому Рен сказал ей, что дома их ждет вкусная еда. И когда они вышли из здания, Волк снова заметил их и сказал Лили, чтобы она шла с ними, так как она была их компаньонкой, но Вивиан прорвалась сквозь стену и победила Эвана. И все же это разозлило Волка еще больше, и он решил победить их всех. Но Эван предупредил его, что Вивиан – графиня багровой луны. Это потрясло его, и он не решался атаковать, но Рен попросил их уделить ему минутку и позволить ему объяснить всю ситуацию всем их. Так что он рассказал им всю историю и сказал, что Вивиан и Лили были его арендаторами. Но старший брат расспросил Рена о его личности, и Ран объяснил, что он был обычным парнем. Однако он отказывался верить, что обычный парень мог иметь какие-либо отношения с графиней Луны, и все же Вивиан спросила их, зачем они приехали в эту страну. И они объяснили, что изгои должны были собрать своих товарищей из-за пророчества, однажды сказанного Сиреной. Как только они поняли, что он имел в виду, несколько охотников на демонов ворвались внутрь и окружили их со всех сторон. Эван и его брат включили питание и приготовились сражаться с охотниками на демонов. Но лидер охотников спросил, почему отверженные начали собираться вместе, и сказал, что им не место в этом месте, но Эван был ранен в спину, и Рен прыгнул, чтобы защитить их. Предводитель приказал своим охотникам напасть на них, и Рен бросил свой щит, чтобы защитить их. И охотники были потрясены, увидев, что их стрелы не вернулись. Рен и другие изгои бросились бежать, спасая свои жизни, и попытались убежать, но быстрый огонь их стрел сокрушил оборону Рена. Так что Вивиан взяла на себя ответственность и сказала, что она отвлечет охотников, пока Рен и остальные будут спасаться бегством. Она пролетела через склад и распространила свою ослепляющую магию, которая временно остановила их атаки, а Лили трансформировалась в свой боевой режим оборотня. И убила одного из охотников, чтобы заставить остальных преследовать их ее спина. Рен приказал волкам закрыть глаза и вызвал терминал, который ярко засиял перед врагами, и ослепил их, позволив Рену успешно сбежать. После того, как изгои сбежали из здания, охотникам было приказано следовать за ними и не позволять им уйти. Но Вивиан легко одолела их и сказала, что она победила их много веков назад. И Лили использовала свою максимальную скорость, чтобы справиться с охотником, который пытался схватить ее. Однако Рен был загнан в угол вместе с волками, вожаком и его охотниками. Но когда он попытался держаться поближе к волкам, чтобы защитить их, одна из охотниц остановила его и сказала, что он ее соперник. Рен блокировал ее атаки своим щитом, так что она задалась вопросом, к какому виду он принадлежит. И все же он сказал ей, что он обычный человек, но она возразила против его ответа и сказала, что люди не настолько сильны и у них нет щитов. Она направила на него свое оружие и сказала, что поймает его и изучит его тело на предмет нового вида, но Рен бросил в нее терминал, чтобы просто отвлечь внимание. Так вот, когда она отвернулась, Рен прыгнул к ней, чтобы напасть. Однако она телепортировалась и контратаковала своими стрелами, но Рен защищался щитом, демонстрируя при этом невероятную силу. Используя свое улучшенное тело, Рен ударил ее кулаком в воздухе и повалил на землю. Но после того, как он одержал победу, Рен услышал вопль Лили и побежал к ней. Вивиан и Лили объединились против охотников, и пока Вивиан отвлекала их своими битами, Лили мгновенно вырубила их своей силой. Тем временем Эван бросился в атаку на лидера и его ведомого охотника. Но в его сторону на большой скорости полетела стрела. Так что его старший брат заслонил его своим телом и был пронзен стрелой. Однако Эван пришел в ярость и бросился на охотника. Но предводитель ударил его в спину своим магическим кинжалом, и половина тела Юаня замерзла внутри кристаллов. Он начал пытать Юаня и угрожал убить его, а его старший брат умолял его сохранить ему жизнь. Так вот, предводитель спросил его о цели их путешествия сюда, и сказал, что сохранит жизнь его брату, если тот ответит честно. В этот момент Рен бросился в бой и встал перед вожаком, чтобы защитить волков, и хотя вожак думал, что это было забавно. Но Лили присоединилась к Рен в драке и сказала, что состояние Инн было не очень хорошим. Итак, Лили решила использовать свою недавно приобретенную силу, полученную в результате эволюции. И после того, как она собрала свою магическую силу, она создала два когтя на своих руках, один с силой огня, а другой с силой льда. Но по мере того, как она продолжала собирать больше магической силы, Лили создала огненный и ледяной торнадо, которые столкнулись и выпустили пар. Лидер был потрясен ее магией, и охотники защищались своими заклинаниями, но после того, как туман рассеялся, они увидели, что изгои сбежали. После того, как Рен и изгои достигли отдаленного места, Вивиан применила свою магию, чтобы обеспечить безопасность в этом районе. Но Лили сказала, что Эван его нужно было лечить, так как его травмы были критическими. И все же, когда Рен расспрашивал старшего брата о восстании отверженных, тот сказал ему, что это станет большим ударом для охотников на демонов. Как раз в этот момент появились Язак и Юю вместе с терминалом. Так что Рен заверил волка, что они на его стороне. Но терминал бросился к нему и пожаловался, что им злоупотребляют. Почему ты увидел раненую волчицу и сказал, что она может легко исцелить его с помощью своей лечебной магии? Но старшая волчица сначала отнеслась к этому скептически. Так почему же ты уверил его в ее магии воды? Она окружила волка огромным пузырем воды и сказала всем, что это займет некоторое время. Так что Вивиан решила тем временем расспросить волка, и он согласился, так как считал, что сам втянул их в эту историю. Однако Рен представил его как человека, похитившего Лили, и Зак разозлился. Но он объяснил, что они не причинили ей никакого вреда, так что волк рассказал, что они похитили Лили из-за пророчества Сирены. Но почему он не знал ни о чем подобном? Так вот, волк объяснил, что охотники на демонов и изгои сражались друг с другом в течение долгого времени. Но согласно пророчеству приближался день возвращения, изгои собирались вместе, и число охотников на демонов уменьшалось. И он подтвердил, что они захватили Лили, чтобы собрать изгоев, но Лили спросила, почему он не сказал об этом с самого начала. Так что волк сказал, что, по его мнению, она находится под контролем Вивиан, секты крови. И все же Вивиан насмехалась над ней и сказала, что если она когда-нибудь и будет кого-то контролировать, то это будет кто-то более сильный, а не слабый, как Лили. Именно в этот момент Юэн проснулся и был полностью исцелен Ю, так что его старший брат поблагодарил ее за это. Но в этот момент на них снова напали охотники, и Рен защитил их своим щитом. Охотник бросился в атаку. Но Язак схватил его за голову и прижал к земле. Таким образом, лидер раскрыл себя, и Вивиан с Лили сказали Язаку атаковать его самым сильным ударом. Но Язак сказал, что они должны поговорить с ним и попытаться договориться первого числа. Однако предводитель бросил в него кинжал, который попал Язаку в грудь, но расплавился, едва коснувшись его. Так что Язак снова предупредил его и велел все обсудить, но предводитель продолжал метать в него кинжалы. Язак изо всех сил старался не прибегать к насилию и убедить его, но предводитель испугался силой Язака и попытался убежать. Но Язак поймал его с, он произнес свое заклинание и ударил его по голове, отчего тот отлетел в сторону. Рен спросил его, не так ли он расправляется со своими врагами, и Язак сказал, что именно так Вивиан спросила Рена, сообщил ли он об этом Ревен. Волки решили уйти, но почему-то и остановил их и спросил, могут ли они рассказать ей оригинальный текст пророчества Сирены. Так вот, волчица произнесла точное пророчество, и Рен подумал, не слышал ли он его где-то раньше. Они спросили Лили, не присоединится ли она к ним, но она сказала, что ей очень хорошо в доме Рена. Но сразу после того, как волки ушли, появилась женщина-охотник, взяла Ю в заложники и потребовала, чтобы они отпустили вожака. Однако в этот момент появился Монгонг и сказал женщине-охотнице, что с этого момента он возьмет управление на себя, но он попросил Рена заключить сделку и отпустить вожака. Пойти в обмен на Ваю, но они все равно были пойманы, так как терминал сообщил об этом ворону. Монгонг проявил свою заботу о Ваю и спросил, все ли с ней в порядке, но она оттолкнула его и назвала своим братом, задаваясь вопросом, почему он здесь. Так что все были потрясены, увидев, что Монгонг и Ву – родные братья и сестры. Вернувшись домой, Рен спросила Монгонга, была ли Ву ее настоящей сестрой. Тогда он признался, что Ву действительно была ее кровной сестрой, и сказал, что она ему дорога больше, чем кто-либо другой. Но Ву возразила, что она не хочет, чтобы он выражал свою любовь, и сказала ему оставить ее в покое. Рен попросил ее не сердиться так сильно, но она сказала ему, что он не поймет, и она рассказала в своих воспоминаниях, как Монгонг всегда преследовал ее и пытался следовать за ней. Она также вспомнила, что Монгонг причинил ей боль своими заклинаниями вместо того, чтобы защитить ее. Так вот, Лили сказала, что он был преследователем. И все же Рен спросил Монгонга, был ли он также сиреной, но он сказал, что он был настоящим охотником на демонов, и что их отец был охотником на демонов, с их мать была сиреной. Рен все еще задавался вопросом, почему Монгонг не была сиреной. Поэтому Вивиан объяснила, что сиренами становятся только потомки женского пола. И она также утверждала, что брак между сиреной и человеком уже был редкостью. Но о браке между сиреной и охотником на демонов никто никогда не слышал. Вивиан спросила Ю о ее родителях и сказала, что ей бы очень хотелось с ними познакомиться. Но Ю рассказала, что однажды их родители исчезли, и именно поэтому она путешествовала по всему миру, чтобы найти их. Так что Вивиан подбодрила ее и пожелала, чтобы она поскорее их нашла. Нангун сказал, что он был впечатлен мастерством отверженных, так как раньше не мог их опознать. Поэтому Рен сообщил ему, что он всего лишь обычный человек. Но почему ты спросил Рена, встречался ли он раньше с ее братом, и он сказал ей, что познакомился с ним в Англии? Поэтому Мангун спросил их о цели их визита в Йоркфордский замок. Но Вивиан не была уверена, стоит ли им доверять ему и рассказывать все. Так почему же ты сказал, что он не предаст свою сестру, и что он почти не встречал других охотников на демонов? Вивиан также сказала, что поскольку его IQ уже был низким, он с самого начала не был хорошим шпионом. Так вот, Рен рассказал, что они отправились в Йоркфорд, чтобы встретиться с его новым жильцом Язаком. Именно тогда Лили взволнованно поделилась своими впечатлениями и рассказала ему, что ее предки были величественными волками. Но Рен задался вопросом, были ли Хаски тоже волками. Поэтому Лили смутилась и спросила, что он имел в виду. Рен подумал, что Лили должно быть ничего не помнит, поэтому он рассказал ей, что на самом деле она превратилась в Хаски еще до того, как эволюционировала. Но Лили начала плакать и кататься по полу. Так вот, Вивиан сказала, что существует точный способ проверить ее кровь на наличие предков. Она попросила Лили встать и выпрямиться, и в этот момент Вивиан укусила Лили в шею своими вампирскими зубами, но все были шокированы, и Монгонг подумал, что Вивиан напала на нее. Багги Зак успокоил всех, и Вивиан рассказала, что именно таким способом можно проверить наличие у нее крови. Поэтому Лили попросила предупредить ее, прежде чем она сделает это в следующий раз. Вивиан сказала, что это была хорошая новость, и Лили подумала, что она оборотень. Но она сказала, что в Лили течет кровь королевской собаки, а также Хаски, так что Лили разозлилась, и они снова начали ссориться. Тем временем раздался звонок в дверь, и Рен поинтересовался, не появились ли в его доме новые гости, и Монгонг решил открыть дверь. Но именно волки пришли в дом Рена, и Эван был потрясен, увидев охотника на демонов в доме Рена. Так что они оба приготовились к бою и трансформировались, но Язак дисциплинировал их и попросил Рена объяснить ситуацию. Но даже после того, как Рен признался, что он посторонний член группы, старший волк не хотел доверять ему. И все же он сказал, что его IQ недостаточен для того, чтобы быть шпионом, так что это не имеет значения, и Эван посмеялся над ним. Вивиан спросила их о причине их визита на этот раз. Так вот, старший брат сказал им, что они здесь для того, чтобы пригласить их присоединиться к своей группе. Но отверженным было не до смеха, и Вивиан спросила, действительно ли он верит в такое пророчество. Так что Эван попытался напугать их и сказал, что они находятся в поле зрения охотников на демонов, и что даже Рен будет втянут в эту историю. Но Вивиан возразила и сказала, что ее силы будет достаточно, чтобы защитить Рена, и они снова будут сражаться с охотниками на демонов в любой день. Однако старший волк достал блестящий кусочек золота и сказал, что он может понадобиться графине. Поэтому он сказал им, что если она присоединится к ним, чтобы помочь, они разделили бы награду поровну. Лили с гордостью сказала, что Вивиан на их стороне и не поддастся соблазну денег. Но глаза Вивиан ярко сияли, и она была соблазнена золотом, но в этот момент погас свет, и все подумали, что это атака охотника на демонов. Рен попросил терминал проверить баланс на его счете, и он обнаружил, что у него закончились деньги, чтобы оплатить счет за электричество. Ты намели! Так что Иван и его брат посмеялись над ними. Рен попросил у них какие-нибудь решения, но Язак заявил, что еще не нашел работу, а Монгонг сказал, что у него в карманах всего 20 иен. Так что Рен вышел из комнаты и попросил всех дать ему немного личного пространства, чтобы он мог подумать об этом. И все же волки уговаривали отверженных присоединиться к ним, но Лили сказала, что они должны работать вместе и найти способ оплатить счета Рена. Уже на следующий день Рен проснулся и был удивлен, что в доме никого не было, но его счета все еще не были оплачены, и даже вода в кранах закончилась. Так вот, он попросил терминал телепортировать его куда-нибудь. Тем временем Лили начала работать в кафе для домашних животных и присоединилась к нам в качестве временного сотрудника на один день. Но Вивиан наблюдала за ней из окна и поклялась работать еще усерднее, чем она. И все же почему-то играл на ее гитаре на улицах и задавался вопросом, куда подевался ее брат. Рен пришел в офис Ревен и спросил, не одолжит ли она ему немного денег, но она рассердилась на него и спросила, зачем ему нужны деньги. Однако она сказала, что поскольку он усердно работал, чтобы защитить своих арендаторов, она одолжит ему деньги. И Рен почувствовал облегчение от того, что теперь он сможет оплачивать свои счета. Рен спросил ее о пророчестве сирены, и она сказала, что он видел похожие тексты на металлической пластине, которую он нашел в измерении снов. Поэтому он задался вопросом, имеют ли изгои какое-либо отношение к измерению снов. И Ревен подтвердила это и сказала ему, что большинство изгоев родом оттуда. Рен был шокирован и спросил, почему она не сказала ему об этом раньше. Но Ревен сказала, что если он не сможет разобраться в этом, то он ей здесь не понадобится. Тем временем Вивиан и Язак обратились к Ву с просьбой помочь им заработать деньги на пути изгнанника. Так вот, Вивиан рассказала, что с помощью Ву они смогут найти сокровища на дне океана. Ву отвез их на дно океана, а Вивиан достала старую карту, которую она сохранила на потом. Но Язак спросил, согласится ли Лили присоединиться к ним. Поэтому Вивиан сказала, что она легко приспосабливается и может легко найти работу среди людей. Вернувшись в офис Ревен, Рен задался вопросом, как изгои могли попасть на поверхность планеты из измерения снов. А также задался вопросом, сможет ли он найти способ наладить отношения между охотниками на демонов и изгоями. Но Ревен сказала, что даже если бы он знал все маленькие секреты, этого все равно было бы недостаточно, чтобы заставить их поладить друг с другом. И она также сказала, что нет никакой гарантии, что все изгои добры по своей природе. Однако она спросила, почему он так заинтересовался этим вопросом, и поинтересовалась, не испугался ли он охотников на демонов после всего лишь одного нападения. Но Рен сказал, что он не испугался, и что хотя с охотниками и изгоями трудно иметь дело, это было сделано ради безопасности его жильцов. Так что Ревен согласилась и сказала, что раз он так настаивает, она отправит его в измерение снов в следующий раз, чтобы он мог провести расследование сам по себе. Рен был взволнован, но Ревен предупредила его, что поскольку разрыв между двумя мирами стал больше, у него могут возникнуть некоторые неприятные симптомы. Рен спросил, не является ли его иммунитет к магии одним из симптомов. Но Ревен попросила его прислать отчет о своих симптомах и сказала, что это часть его работы. И Рен вздохнул в изнеможении. Он телепортировался обратно в свой дом, но был удивлен, увидев, что электричество вернулось. И когда он вошел в свой дом, то увидел, что все приготовили для него ужин, поэтому он спросил их о счете за электричество. Отверженные сказали, что они упорно трудились весь день, чтобы заработать деньги, и оплатили счет. Айзек сказал, что поскольку Рен был расстроен, они хотели бы помириться с ним. Так что Рен был доволен их усилиями, и Лили спросила, доказали ли они теперь, что могут защищать его все время. Рен согласился, и Лили показала торт, который она научилась печь на своей новой работе. И все же она утверждала, что несмотря на то, что она всегда ела только еду, она не хотела, чтобы Вивиан смеялась над ней. Так что Рен похвалила ее, а Вивиан сказала, что сегодня она приготовила много еды. Эван и его брат наблюдали за происходящим снаружи и решили, что обо всем позаботились. Поэтому они покинули это место и исчезли. Рен рассказал всем, что он отправится в измерение снов, и почему вы задались вопросом, найдет ли она там какую-нибудь подсказку о своих потерянных родителях. Но Рен сомневался в местонахождении Монгонга. Так почему же ты сказал, что он будет доступен, если тебе понадобится? И еще она сказала, что Монгонг никогда не рассматривал других охотников на демонов в качестве своих партнеров. Лили спросила Рена, может ли она отправиться с ним в измерение снов. И Рен объявил, что все они могут сопровождать его, если захотят. Лили пришла в восторг и начала танцевать от счастья, а Вивиан попросила Рена также отвезти ее в измерение мечты. Она утверждала, что хочет попасть в измерение мечты, но так как она была самой древней из них, он спросил ее о ее воспоминаниях об этом месте. Однако Вивиан сказала, что она была очень забывчивой и думала, что если она отправится туда снова, то возможно что-то вспомнит. Это Зак и почему ты сказал, что они тоже хотят принять участие в этой поездке и узнать больше об измерении сновидений. Так что Рен согласился и сказал, что они отправятся туда все вместе. Тем временем Монгонг взобрался на заснеженную гору, чтобы выкопать старые сбережения, которые он закопал на вершине. Но когда он был уже почти на вершине, он увидел белых медведей, которые ждали его, и позвал на помощь. Вернувшись домой, кот вступил на терминал, и это сказало, что ему пора подумать о некоторых важных вещах, но Рен подумал, что там были какие-то другие вещи. Всегда возникают чрезвычайные ситуации, поэтому он решил познакомить всех с новым жильцом. Вивиан спросила, не из-за яйца ли это, и Рен согласился с ней. Но он нигде не мог найти яйцо и спрашивал всех, где оно находится. Так почему же ты указал на то, что она видела яйцо в раковине на кухне? Однако Лили присутствовала на кухне, и мне показалось, что она поставила что-то на плиту на сильный огонь, и это выглядело так, как будто она сварила яйцо. Это потрясающе. Воспламени свое сердце, выйди за пределы своих возможностей и посмотри следующее видео. Редактор субтитров А.Семкин